Всем привет, вы на канале Мэри Бакс, с вами Диана, и перед тем как смотреть это видео, подпишись на мой канал, на мой инстаграм, не забудь про лайк и колокольчик, и напиши свой нистовый комментарий. И да, это обзор скетчбука от скетчтерьер, он мне пришел вчера. И да, я его вчера как раз таки распаковала, для того, чтобы проверить, все ли нормально дошло. Поэтому, сори, что я вам сорвала эту эйфурию. Кстати, крафтовая упаковка очень красивая, поэтому я ее решила не выкидывать, а что-то с ней придумаю. Скетчбук стоил 360 гривен, это если с доставкой, без доставки 300. Размер скетчбука 15 на 15 сантиметров, 48 листов, плотность бумаги 170 грамм на метр. Сделано, кстати, в Украине, и этот скетчбук для маркеров, карандашей и подобных всяких графических материалов. Кстати, внутри указаны ихний инстаграм и фейсбук. Обложка этого скетчбука черная, также у него есть резиночка и закладочка. Кстати, с резинкой довольно таки удобно, чтобы скетчбук внезапно не открывался, когда это не нужно. Кстати, в конце есть потайной кармашек, в котором уже лежат некоторые подарки. Первое, что попадается на глаза, это оригами из черной бумаги, терьерчик. Также небольшой пак стикеров с терьерами в разной цветовой гамме. Вот теперь думаю, какой стикер наклеить на скетчбук или вообще не клеить, просто оставить себе эти стикеры. А также простой пластиковый лист, чтобы подкладывать под листочек, когда ты рисуешь маркерами, к примеру, чтобы не перебивало на другую страницу. Также наклейка на корешок, чтобы подписать скетчбук. Кстати, очень полезная вещь, если у тебя много скетчбуков. Кстати, кармашек довольно-таки глубокий и для отдельных эскизов вполне себе подойдет. Ну так, чтобы не потерять. Я решила вытащить этот пластиковый лист из кармашка, чтобы использовать его сейчас, потому что я буду именно тестить этот скетчбук. Коробку убираем. Кстати, я привыкла все-таки рисовать вот таких вот обычных альбомов, потому что там маркеры себя лучше ведут и эти альбомы стоят вообще очень дешево. Кстати, я их все равно буду покупать, даже если у меня будут вот такие вот скетчбуки, потому что скетчбуки с скетчбуками, но иногда вот это вот проще, к примеру, какие-то там зарисовки за бац. Менее затратно, скажем так. Я решила для начала затестить свои обычные простые карандаши, которыми я чаще всего пользуюсь. Это мягкость B от марка Рафаэн и мягкость H от какой-то неизвестной фирмы. Но это просто мягкий и твердый карандаш. Ну и ластик заодно тоже затестила на данной бумагерке. Также перманентный маркер затестила. Обычный перманентный маркер, потому что иногда я тоже делаю имлайн. Кстати, у меня не так уж и много обычных линеров. У меня всего три линера. Это 0,2, 0,1 и 0,3 мм. Два линера от Centropen, а один линер от Unipin. Также у меня есть цветные линеры от Faber-Castell. Они на водной основе. Я их покупала себе поштучно. Честно говоря, они довольно-таки прикольные, если какие-то отдельные детали лайнить. Кстати, размер наконечника 0,4 мм. Также я решила затестить еще несколько цветов. И также у меня есть еще несколько цветных лайнеров от Ashantan. Решила затестить еще металлик ручки на гелевой основе. Точнее, гелевые чернила. Ну, всего так, три ручки, чтобы знать, как они там будут писать. Дальше я решила приступить к шариковым ручкам и к тем цветам, которые меня больше всего интересуют. Потому что на обычной бумаге они жутко заедают. Дальше я решила протестить свои гелевые пастельные ручки, как они здесь будут себя вести. И, честно говоря, они обычно заедают, потому что у них гелька неравномерная вместе с наконечниками. Но тут они себя хорошо так показали. Что удивительно, потому что на обычной бумаге они ее просто царапают жутко. Дальше гелевые блестящие ручки решила протестить. Так, несколько ручек, чтобы знать, как они тоже будут писать. Поскольку это бумага для маркеров, я решила взять по три маркера из каждой фирмы, чтобы проверить, насколько они будут клево писать и как каждая фирма будет реагировать. Ну и вообще сравнить с основными выкрасками. Первые идут Mark Raffine. От Mark Raffine у меня всего пять маркеров. И они просвечивают слегка. Но, в принципе, это нормальная такая практика для спиртовых маркеров. Поэтому это даже им прощается. Кстати, не отпечатывалось на пластиковой подложке. Следующая фирма Aihau. Я решила тоже там покрасить. Честно говоря, они довольно-таки отличаются от настоящей выкраски. Потому что здесь более светлее цвета стали, что ли. И более такими интересными. Дальше идут маркеры Art Marker. И, честно говоря, они более так просачиваются на вторую сторону. Хотя я не наносила второго слоя. Что-то мне ради интереса захотелось проверить, как совпадают колпачки с данным цветом. В принципе, все норм, кроме среднего оттенка. Дальше я захотела проверить неоновые цвета. А у меня таких два маркера от фирмы 100. И я решила их проверить, как они будут на этой бумаге. В принципе, все адекватно. Дальше я взяла точню. У меня вообще точню 10 штук. И тут я решила выбрать три для того, чтобы их выкрасить. Они у меня чуть-чуть подсохшие, потому что я их брала вообще не новыми. Такими бэушными. Поэтому сори. Кстати, они не сильно перебиваются. Потому что уже чернила-то не свежие. Дальше идут скетч-маркеры. А у меня от скетч-маркера только три маркера. Поэтому здесь особо сильного выбора не было. Дальше у нас идут маркеры от Touch Raven. А у меня Touch Raven довольно-таки большой набор. 80 цветов. И тут три цвета выбрать мне было как бы сложновато. Но самые интересные оттенки для меня я выбрала для сравнения с выкраской. В сравнении у меня выпал вывод с того, что маркеры, если на маркерной бумаге, то они не растекаются по бумаге. Вот и весь прикол. И более равномерно ложатся на маркерной бумаге. В принципе, вот и все. Также мне резко захотелось протестить цветные карандаши, которыми я уже почти не пользуюсь. Ну и я решила все-таки затестить ради интереса. Сначала я беру маркера Фаен, свои любимые такие карандаши. Потому что они обычно как бы бледно выглядят на обычной бумаге. Но здесь они выглядят шикарно. Я вообще не давлю. И такой яркий, сочный цвет. И в этот момент я поняла, что карандаши 100% буду здесь использовать. Потому что это просто подходящая бумага для этих карандашей. Потому что карандаши не дают там никакого рельефа. То есть там нет ничего подобного. И они действительно там выглядят ярко. При смешивании цветов, в принципе, ничего не мешает. Кроме того, как просто правильно смешивать. Не давить на карандаши. Вот и все. Кстати, я решила замешать два оттенка, которые я изначально перед этим выкрасила. Ну и еще пару всяких необычных цветов тоже вырешила выкрасить. Дальше я решила выкрашивать акварельные карандаши и обычные цветные карандаши Кать. Акварельные карандаши от Марко Ренуар. У меня всего несколько карандашей таких. Но остальные я не нашла. Нашла только один фиолетовый. Белый акварельный карандаш от Марко. Какой-то не очень. Он чуть-чуть высветляет цвет. Также акварельный карандаш желтый. Он еще лучше, чем от Рафаэн Марко. А это вообще Марко от детской линейки. Акварельные. Дальше я выкрашиваю карандаши Кайт. Мне жутко нравятся вот эти вот розовые цвета. Они такие яркие и такие сочные, что мне в принципе нравятся. Дальше я там выкрасила синий и зеленые цвета. Также выкрасила фиолетовый акварельный карандаш. Не знаю, меня что-то прорвало выкрасить восковые мелки. Не знаю почему, но здесь восковые мелки даже выглядят лучше, хотя я ими почти не пользуюсь. Было пару артов сделала и забила на них. Но в принципе я могу их использовать в этом скетчбуке. Даже замешиваясь с некоторым маслом. Не знаю, надо будет подумать как-то. Потом я вот тут решила затестить белую гелевую ручку. Но она не пишет по карандашам, она пишет только по маркерам. И да, я сделаю карандашный скетч. Для вас это будет одна секунда, для меня несколько минут. Скоро увидимся. И да, это я рисовала Вику из Metal Family. Вообще-то я рисовала и до этого. Просто решила проверить, есть ли у меня прогресс. И что из этого получится вообще. Первый этап это у нас лайн, который вы сейчас наблюдаете. Часловаря лайнить на камеру это сложно. Поэтому большую часть я лайнила за кадром. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для покраса я буду использовать маркеры Touch Raven. И я взяла для того, чтобы покрасить кожу целых три оттенка. Номера которых 132, 25 и 36. Для покраса глаз я использовала два маркера. Это B945 от маркера Fine и G73 от Sketch Marker. Для покраса волос я использовала маркер от Sketch Marker 032 оттенок. И маркер от Touch Raven 22 оттенок. Для покраса жилетки я использовала VG5 оттенок и VG8. Для покраса футболки я использовала CG3 оттенок и CG5 оттенок. Детали я оформляла белой гелевой ручкой, выполняла еще металлик ручкой и неоновыми ручками. К примеру, там глаза выводила оранжевым и зеленым вместе с розовым. Субтитры делал DimaTorzok Вот столько маркеров я использовала для данной работы. И я каждый раз озвучивала цвет. И даже здесь написано. Кстати, будет новый пост в инстаграме. Именно с этим персонажем, которого я нарисовала. И да, ролик подходит к концу. И я надеюсь, что тебе это видео понравилось. И ты подпишешься на мой канал, на мой инстаграм. Не забудешь про лайк и колокольчик. И напишешь свой неистовый комментарий. Ну и всем пока-пока.